Доброго времени суток! С вами ФСБ, перед вами Станислав Белковский. Одним из самых заметных информационных событий минувшей недели стала публикация электронных сообщений известного борца с коррупцией, блогера и растущего политика Алексея Навального. Организаторы этой акции стремились показать, что Алексей Навальный не просто борется с коррупцией, но и зарабатывает на этой борьбе капитал. Причем не только политически. Поскольку основная задача ФСБ – говорить согражданам правду, сегодня мы попробуем сказать всю правду об Алексея Навальном, или, по крайней мере, значительную часть правды, чтобы люди понимали, о чем в действительности и о ком в действительности идет речь. Мало кто знает Алексея Навального так давно, как я. В конце 90-х годов 20-го века, когда ФСБ было практически в загоне, я подрабатывал преподавателем постнеклассической философии. И одним из моих студентов был как раз Алексей Навальный. Хочу заметить, одним из самых талантливых студентов. В 1999 году он написал прекрасную работу по Делезу, которая называлась «Философ и самоубийство», в результате чего получил двухмесячную стажировку в Париже у Юлии Кристевой. Именно тогда началось наше сотрудничество, которое вылилось в обильную переписку по электронной почте во второй половине нулевых годов 21-го века. Сегодня мы, ФСБ, хотим предоставить вам часть этой переписки, чтобы снять все кривотолки и помочь понять, где в опубликованной в интернете переписке Алексея Навального правда, а где фальшивки. Мне известно, что в одном из писем, которое опубликовано на казахстанском сайте, где выложены переписки Алексея Навального, упоминаются какие-то 50 тысяч долларов, якобы связанные с нами. Это безусловно ерунда. За 50 тысяч долларов Алексей Навальный из постели не встанет. Чтобы это подтвердить, я хочу показать вам некоторые другие элементы нашей реальной переписки. Вот, например, наша переписка по поводу транснефти. Время – сентябрь 2010-го года. Год с небольшим назад. Вы все видите. Отправитель, Боляджу Яхуит – это я, Боляджу Боттичелли – мой псевдоним, получатель Алексей Навальный. Позвольте мне зачитать это письмо целиком. Дорогой сэр, это мое стандартное обращение ко всем людям, которых я уважаю, ценю и люблю. Когда я передал тебе 400 тысяч швейцарских франков от CNPC, CNPC – это китайская нефтяная компания, которая является с одной стороны потребителем, а с другой стороны злейшим врагом и конкурентом транснефти. По теме транснефти, вы помните, что в конце осени прошлого года Алексей Навальный активно занимался разоблачением, хищением и коррупцией почти государственной нефтяной компании «Транснефть». Ты обещал выдать мне мою часть в объеме 120 тысяч швейцарских франков в течение 48 часов. Нетрудно увидеть, что 120 тысяч швейцарских франков – это 30% от 400 тысяч швейцарских франков, которые выделила CNPC, на стимулирование Алексея Навального. 30% – это оплата моих услуг. Однако прошло уже почти 12 дней, и я ничего так и не увидел. В чем дело? Молнируй, плиз. Обнимаю твой. Хочу обратить отдельное внимание, что Алексей Навальный, как получатель почты, у меня здесь находится под псевдонимом, или, как говорит молодежь, ником «БПРФ». «БП» – это будущий президент, поскольку я действительно считаю, что Навальный может стать президентом Российской Федерации в некотором обозримом будущем. По какой причине CNPC решила заплатить за компрометацию транснефти швейцарскими франками, нам неизвестно. Но это факт. Позвольте теперь зачитать в полном объеме ответ Алексея Навального. Все это, прошу прощения, происходит в один день – 27 сентября 2010 года. Мое письмо Навальному, которое я уже зачитал, было отправлено в 16 часов 7 минут по среднеевропейскому времени, по которому работает ящик Bolleggio Yahoo.it на итальянском сервере Yahoo. Ответ Алексея Навального поступил в тот же день в 18.52 по среднеевропейскому времени, что соответствует 20.52 по российскому времени. Ответ полностью звучит так. Я заранее прошу прощения за цитирование вульгаризмов, которые может изобиловать письменная речь Алексея Навального. Хай, чувак, прости, уже собирался тебе все отдать. Но тут заехал к Ваньке Назарову в подпольное казино, черт дернул, сначала хорошо, потом проиграл сотку. Ну, в реальном тексте вместо проиграл некоторый другой вульгаризм, который я цитировать не буду. Ща могу двадцатку отдать, остальное дней через 10, как иранские деньги пойдут. Послать двадцатку с водителем, знак вопроса, могу сегодня. Не обижайся, твой А.Н. Здесь всплывает еще один сюжет, взаимосвязь между Алексеем Навальным и сетью подпольных казино в Московской области, курированием, или точнее, если использовать вульгарную лексику, крышеванием которых занимались высокопоставные сотрудники Генпрокуратуры России. Неслучайно всплывает Иван Назаров, главный фигурант дела о подпольных казино, человек, который осуществлял связь между нелегальным и горным бизнесом и высшим руководством Генпрокуратуры, а также членами семьи генерального прокурора Юрия Чайки. Иван Назаров показал наследствии, что до 10% доходов подпольных казино в Московской области составляли проигрыши Алексея Навального. Из этого мы можем сделать вывод о масштабах антикоррупционной деятельности этого человека. Еще одно письмо, которое весьма показательное. 4 июня 2011 года отправлено в 14.36 московского времени с моего официального адреса s.belkovsky.yandex.ru 4 июня это день рождения Алексея Навального и в 2011 году в этот день ему исполнилось ровно 35 лет. А в 35 лет это тот возраст, начиная с которого гражданин России может баллотироваться в президент. Хочу зачитать полный текст. Здесь я обращаюсь к Навальному на «вы», что, конечно, содержит в себе элемент иронии. Многоуважаемый Алексей Анатольевич, ну, наконец-то вы вступили в президентский возраст. Главное и последнее препятствие для того, чтобы вы заняли пост номер один в Российской Федерации, снято. Поздравляю! Желаю вам, чтобы на посту президента, который с сегодняшнего дня находится от вас на расстоянии вытянутого мизинца, вы добровольно поделились полномочиями с народом и парламентом и правили не более 20 лет, как нам и обещали. Если у вас найдется заваляющая нефтяная компания для старого друга, здесь я имею в виду себя, будем страшно благодарны. Нет. 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 Также желаю вам как можно быстрее получить от Бориса обещанный лям аванса и не забыть оперативно скобка открывается, 36 часов, скобка закрывается, отдать мне мои, то есть причитающиеся мне, 200 тысяч долларов. Еще раз с юбилеем. Искренне ваш. Некоторые детали этого письма также нуждаются в пояснениях. Борис это без сомнений Борис Борисовский, лям это 1 миллион долларов, а 200 тысяч это моя комиссия в размере 20%. Поскольку важнейшая задача ФСБ раскрывать тайны и загадки, которые мучают сознание русского народа, я хочу пролить свет на всю историю, которая косвенно упоминается в этом письме и которая возможно связана с сегодняшними проблемами Алексея Навального, со вскрытием его почтового ящика и публикацией серии его писем. Не многие знают, но Борис Борисовский, опальный олигарх, живущий в Лондоне, который сегодня судится со своим бывшим партнером Романом Абрамовичем за 5,5 миллиардов долларов США, тайно назначил Алексея Навального своим поверенным на случай, если с самим Борисом Борисовским что-то произойдет. В соответствии с конфиденциальным документом, который хранится у нас в ФСБ, в том случае, если в определенный момент исторического времени температура тела Бориса Березовского опустится ниже 33 градусов по Цельсию, Алексей Навальный приобретает все правоотребования к Роману Абрамовичу на сумму 5,5 миллиардов долларов США. При этом 70% этой суммы Алексей Навальный должен отдать официальным наследникам Березовского, 25% этой суммы должны пойти на финансирование проекта Навального «Распил» и других, антикоррупционных мероприятий, и 5% достаться нам, ФСБ, в качестве комиссии. Поэтому я не исключаю, что сегодняшние неприятности Алексея Навального организованы стороной Романа Абрамовича, которая каким-то образом узнала об этих конфиденциальных договоренностях и о том, что если с Борисом Березовским что-то случится, на его место заступит Алексей Навальный. А Навальный для Романа Абрамовича это, конечно, гораздо более страшный и опасный соперник, чем 65-летний усталый олигарх Борис Березовский. Но есть у нас в ФСБ и альтернативная версия, кто стоит за компанией против Навального. Для этого мы должны понять и объяснить, каковы основные источники доходов Навального. Точнее, один единственный основной источник. Это вовсе не борьба с коррупцией, как думают многие и как многие могут подумать после того, как мы обнародовали здесь мою переписку с Навальным. Основной спонсор Навального это Федерация Бадминтона России, возглавляемая известным прошлым политиком Сергеем Шахраем. Для точности деталей замечу, что по-украински Шахрай означает мошенник, что, впрочем, не имеет никакого отношения ни к юридическому статусу, ни к моральному облику президента Федерации Бадминтона России. Алексей Навальный является официальным адвокатом Федерации Бадминтона и Федерация платит ему за адвокатские услуги 5000 евро в час. Это гигантский беспрецедентный тариф, равного которому не знает мировая история. Разумеется, Федерация Бадминтона России оценивала не столько адвокатские достоинства Навального, который стал профессиональным юристом лишь недавно, несколько лет назад, и зарегистрировался в качестве адвоката лишь два года назад. Значительная часть этой суммы, напомню, 5000 евро в час, идет на стимулирование определенных чиновников, близких к президенту Российской Федерации, Дмитрию Медведеву. Сегодня мы должны сообщить главное. В последние месяцы шла борьба, жестокая, бескомпромиссная, почти кровавая борьба между спортивными лоббистами за то, какой вид спорта будет объявлен Дмитрием Медведевым, приоритетным для Российской Федерации на среднесрочную перспективу. В финал вышли два вида спорта, бадминтон и дартс. Дартс, как известно, это бросание дротиков в специальную мишень. У каждого из этих видов спорта есть свои преимущества и недостатки. Но дартс демократичнее бадминтона. Несмотря на то, что стандартное число игроков дартс, предусмотренное неписанными правилами 5-6 человек, в дартс можно играть и одному, закрывшись в кабинете или в комнате отдыха. Кроме того, в дартс можно играть в состоянии легкого алкогольного опьянения или даже опьянения средней тяжести, что безусловно делает этот вид спорта потенциально более популярным в России, чем бадминтон. Федерация бадминтона, адвокатом которой был Алексей Навальный, и федерация дартс, которая ангажировала для оказания аналогичных услуг профессионального адвоката, а ныне федерального уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова, вели очень жесткую борьбу. И на финише федерация бадминтона победила. Во многом благодаря связям Навального и тем людям, которым достала значительная часть его номинально гигантского адвокатского гонорара. Федерация дартс, которая фактически подконтрольна структурам, которую можно при определенных обстоятельствах определить как неформальные силовые или даже криминальные, не могла оставить это просто так. И поэтому нынешнее разоблачение Навального, вернее разоблачение переписки Навального, ее раскрытие и публикации, возможно, это именно месть со стороны федерации дартс. Ведь эта федерация очень надеялась, что Дмитрий Медведев запишет ролик, в котором призовет всех россиян заниматься не бадминтоном, а именно дартс. Хочется отметить, что многочисленные враги Навального, государственные, полугосударственные и вовсе не государственные, ведут кампанию по его дискредитации почти точно так же, как ЦК КПСС пытался в конце 80-х годов 20-го века дискредитировать Бориса Ельцин. Борис Ельцин стал президентом России через несколько лет, после того, как его убрали с поста первого секретаря Московского горкома КПСС, то есть главы Москвы. Навальный может стать президентом через несколько лет, после того, как он выиграл выборы главы Москвы. Конечно, виртуальные выборы, организованные коммерсантом и газетой РУ. На часах Навального сегодня примерно то время, в которое Борис Ельцин падал с моста. Это значит, что у него все впереди. Пожелаем ему удачи.